Здравствуйте! Сегодня в проекте Шопеновка в лицах. Я хочу представить народную артистку России, профессора Московской консерватории Эмилию Андреевну Москвитину. Эмилия Андреевна, лауреат премии «Золотые таланты России», награждена орденами «Знак почета» и «За заслуги перед Отечеством», а также награждена почетной грамотой президента России. Эмилия Андреевна является преподавателем по классу арфы Московского Государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена. Эмилия Андреевна, здравствуйте! 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 В этом году к юбилею колледжа мы хотели вам задать несколько вопросов. Прошу вас. В Московской консерватории вы учились у Веры Георгиевны Дуловой. Да. Расскажите, как вы стали музыкантом? Ну, музыкантом я стала... Когда мы пришли, меня мама привела в музыкальную школу, то она хотела, чтобы я обязательно играла на арфе, на скрипке. Но, посмотрев мою руку, оказалось, что у меня короткий мизинец не доходит даже сюда. И они сказали, давайте на арфе, там играют четыре пальца. И оттуда не выбрали инструмент, да. И как же это было не ошибочно, потрясающе, потому что я достигла на ней многого, многого и играть научилась, и всё. Вот. И, конечно, вот это учение у Дуловой, это была целая история. Она первая начала ездить по городам, она первая начала ездить за границу. Это вообще было всё, как будто после вот этого уже, когда всё началось, всё это продолжалось. Это же было в Советском Союзе. Да, в Советском Союзе. И уже... Мы никогда ни в чём не принимали участие. И когда мы, значит, сделали всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей в Ленинграде, только арфы. И посмотрели, послушали, оказывается, у нас очень хорошая школа. И Синицына профессор в консерватории, солистка Мариинского театра, и Дулова. И тут, конечно, тоже опять я на конкурсе получила первую премию. И потом договорились поехать на международную неделю арфы в Голландии, где собираются арфисты. Любые. И кто начал, и кто играет, и кто лауреат, и кто нет. И все мы встречаемся там, друг с другом веселимся, играем, и всё. Вера Гёрна играла там сольный концерт перед всеми этими виртуозами. А я, значит, поехала с ней, и она так написала. Мы с Милкой... Всегда она меня называла только Милка. Мы с Милкой приехали очень хорошо. Она играла Шопена. Вот это фотография. Это фантазию экспромта вы играли. Да, играла Шопена. Я играла в то время одна в Советском Союзе. И так, и за границей. Это, видимо, тоже было переложение, да? Практически нет. Только так, чтобы всё умещалось. А по нотам нет. Очень-очень хорошо мы там съездили сюда. И через два года объявляют... Конкурс в Израиле. Конкурс в Израиле. И вы знаете, и так как-то получилось сразу, что я, окончив консерваторию, поступила по конкурсу в оркестр Московской филармонии, в котором был главный дирижер Кирилл Петрович Кондрашин. Боже мой! Это величина. И вдруг он ко мне подходит и говорит, вы не против, если мы вас примем в наш оркестр? Он вас сам пригласил. Да, нет, после конкурса, когда мы сыграли. И вот это, и всё. И я очень долго у него работала. Мы как раз поехали в Израиль. Я там получила премию. Он уже стал со мной играть. И Равелли, и танцы Дебюси, и концерт Моцарта с флейтой. Всё это мы играли здесь и выезжали за границу, и там же тоже играли. Потом, после него у нас был Китогенко. И неожиданно совершенно, мы дружили очень с большим симфоническим оркестром, и было так. Они едут на нас за границу, и мы ездим на нас за границу. Какая-то беда, или кто-то заболел, или кого-то не пускают. Они берут у нас замену, а мы берём у них. И вот у нашей знаменитой орфистки Ольги Георгиевны Эрдели заболела мама и сказали, что у неё очень плохо. Мне позвонили и сказали, быстро в поликлинику делайте прививку и летите. Она не полетит. Я пошла, мы тогда эти прививки были, я пошла. Ночью у меня было вот такое плечо. Я не спала, я думаю, боже, какой кошмар, как же я буду лететь? И вдруг они мне звонят и говорят, нет, она сказала, что она этого ждать не будет, она полетит сама. Понятно. И я осталась с этим плечом. Но я репетировала, я репетировала с ними картинки с выставки, я репетировала щелкунчик, всё, что они там играли. А японцы без щелкунчика вообще не могли быть, чтобы обязательно арфа играла. И когда они вернулись, меня пригласили на их концерт, в колонный зал. Я пришла. Ну, я пришла, потом пошла поздравить Федосеевых. И спускаюсь по лестнице, меня догоняет директор и говорит, Эмилия Андреевна, вам просили передать, что если вы можете захотеть у нас работать, то мы вас ждём, удобное для вас время. И я пришла в БСО. И я в БСО, как ни страшно, но я проработала почти около 40 лет. Да. Это было так ярко, я и в оркестре играла, я играла всё время в оркестре соло, мы выезжали. Эмилия Андреевна, я хотела вернуться к тому, что в 1965 году вы победили в третьем международном конкурсе арфистов в Израиле. Да. И выдающийся музыковед Борис Васильевич Доброхотов предложил вам сделать сольный концерт в Малом зале консерватории. Да. Это был ваш искромётный дебют. Да. После концерта в журнале «Музыкальная жизнь» он написал статью о вас. Вот что он сказал. Если Ксения Ирделя является представителем так называемой романтической ветки, а Вера Дулова воплощает классическое направление, то стиль Эмилии Москвитиной и не романтичен, и не классичен. Он скорее импрессионистичен. По всякому случаю, основа его – передача вереницами мимолётных образов, настроений, многокрасочность звуковой палитры. Мне кажется, лучше сказать и невозможно. Можно было, да. Я помню, когда прочитала, я была просто потрясена, как это можно было действительно выразить вот так красиво. И получается, что после этого концерта вас узнала вся Москва. Ой. То есть на концерте, вы говорили, был аншлаг, и благодаря этому началу, такому успешному, дальше у вас появилось много-много концертов, и вы уже начали ездить на разные фестивали, конкурсы. Вот, например, было много других конкурсов. Про конкурс в Ленинграде вы уже говорили, но также были выступления в Германии, Швейцарии, Италии, Австрии, Великобритании, Японии. Это не конкурс, это концерты. Это концерты, скорее даже, да. И это лишь малый список стран, где вы выступали с неизменным успехом. В общем, это не один раз все было. Можно сказать, что ваша исполнительская карьера состоялась. Очень, очень состоялась, да. И тем не менее, вы много преподаете. Но у меня еще, я добавлю, у меня даже было иногда с юмором, знаете. Вдруг мне звонят и говорят, значит, завтра концерт Муслима Магомаева. Ух ты. Значит, он сказал, что он поет в первую часть романс, а в вторую часть вот эти все песни, все свои. И вот где романс, он шел и слышал арфистку. Вот он просит ее, пока он будет отдыхать, поиграть в зале Чайковского. То есть в перерыве. И я пошла, да. И после этого он все время, если приезжал в Москву, арпа должна была быть моя, да, вот так. Потрясающе. Это было потрясающе, да. Но там же тоже было очень много зрителей, наверное. Ой, да, ну как? Это вообще они на улице открывали окна, чтобы они на улице слушали. Не могли в зал попасть. Да. И тем не менее, несмотря на ваш успех в исполнительстве, вы много преподаете. Да. Люблю. Вы работали в Академии изящных искусств Максима Кончаловского, музыкальном училище Негнесиных в Московской государственной консерватории. По какому стечению обстоятельств ваша судьба пересеклась с колледжем имени Шопена? И возникло сотрудничество на многие годы? Вы знаете, я, значит, сначала, даже еще вот после Гнесинского училища, я еще преподавала в Гнесинском институте, потому что там была первая арпа Сараджева Большого театра. Она мне сказала, хватит играть, давай иди учи людей, покажи, как надо играть. И она меня оформила на ансамбль. А потом, говорит, я когда уйду, значит, ты займешь мое место. Ну, я как-то так, вы знаете, как-то не очень было интересно, потому что все девочки работают, а никто приходит, я как-то так очень все. И в это время вдруг, значит, в консерваторию, значит, меня приглашают. И я, значит, все, пришла, тогда был, как, директор Соколов, Соколов позвонил, сказали мне, что Соколов попросил к нему зайти, приготовьтесь к тому, что вас приглашают быть педагогом в консерватории. Ну, я, конечно, пришла, все, вот. Вот, и, значит, вот у меня Ленка, и она мне, она у меня же была, беременная, все это, все понятно. И, значит, она мне говорит, вот мама моя, вот в школе Шопенов учится. Понятно. Это работает. Да, да, да. И вот Эмилия Андреевна, вот как бы, может, вы посмотрите. То есть вы пришли ради девочки. Ради девочки. Это была Варя Иванова. Варя Иванова. Это гениально, гений, просто гений. И так мы друг друга с ней нашли, я поняла сразу, что с ней надо делать, чтобы она добилась, и она добилась. Мы полетели в Израиль, я была в жюри, и она получила первую премию. Это было, я позвонила этой Мрете Тажатне, в 4 часа утра дали. Я говорю, Мрете Тажатне, это милочка. Ну, милочка, как ты меня разбудила, я заснотворна. Мрете Тажатне, у Вари первая премия. Молчание. Повтори, первая премия. Повтори, первая премия. Все, знаете, это вообще было, ну, просто 16 лет. А ей было 16 лет. Это же три тура, три тура, жутко трудных вещей. Один киндемит, что стоит. Все мы с ней сделали, все. Вот, и все так вот было. И так я уже так и осталась. Вы воспитали прекрасных учеников. Расскажите о самых удающихся из них. Ну, вы знаете, что получается, что как только у меня они заканчивают, они становятся выдающимися. Вот сейчас было, например, у нас, да, в сентябре был конкурс в 4 оркестра русских. В одном даже вообще в этом, как он называется, в Новгороде создали концерт самой высокой зарплаты. И он 160 или 170 тысяч. И поступает моя ученица. Конкурс выдерживает, да? Конкурс выдерживает, да. Проходит Светлановский оркестр, моя. Как его называется? Когановский оркестр, моя. Потому что, понимаете, ну, я сама-то обожаю играть в оркестре. Я мне все время говорю, ну, давай, что-то, иди, что-то там с 10 до 2 вечером, нет. Я до сих пор не ушла. Ну, одно дело играть в оркестре, а другое дело солировать в оркестре. Это же все-таки разные вещи, согласитесь. Да, нет, но нет, все равно. В общем, вот так вот. Хотя вы и играть любите, и солировать, да? Я так поняла, что вы и ансамбли любите тоже, да, Эмилия Андреевна? Я безумно люблю арку, и я люблю музыку. Окестр, да. А что это, вот это я уже выбираю, потому что мне уже они посвящают и все такое. Вот, так что нет, все очень сложилось хорошо, я довольна. Вот, вчера вот мы играли Ромео, две, и Чайковского, и Прокофьева, прекрасно. А вчера что был за концерт? Да, в большом зале консерватории был наш ассистент Латоев, и вот он дирижировал эту классическую симфонию Прокофьева, и вот эти две, Ромео и Джульетта, очень хорошо. Народу немыслимое. Сейчас вообще очень ходят на... Да, сейчас концерты пользуются успехом. Да, да, да. Ну вот, так что вот так вот пока. Эмилия Андреевна, вы являетесь солисткой Большого симфонического оркестра имени Чайковского под руководством Владимира Федосиева. На вашем юбилее пять лет назад звучало множество прекрасных сочинений. Вы исполняли классику в первом отделении, а также во втором отделении музыку Мишеля Леграна к кинофильму «Шербурские зонтики». Да. Мне удалось даже ее в Ютубе найти, послушать. Но с оркестром в академической интерпретации она звучала совсем новыми красками. И у меня возник вопрос. Вы сами делали переложение для Афы? Нет, нет, нет. Мне он сам уже подарил, уже сделанное. То есть вам подарил композитор Мишель Легран? Да, Мишель Легран. А как это было? Можете рассказать? Ой, ну вы знаете, ну это было там, во Франции. В Париже? Да, потому что мы там были, и он был на концерте. Вот, и все. И сначала сказал, вы будете играть? А вы сказали, да. Да. Я сказала, да что вы, конечно. Ну тогда я вам перешлю. Я думаю, ну ничего не перешлю. Даже нечего ждать. Ну кому бы он ни дал, все. И мне привезла французская орфиска. Причем, вы знаете, как она играла. А где же у нас был какой-то очень зал концертный? Надо было долго ехать. Прекрасно, я не помню. Это в Москве? В Москве, да. И вот она сказала, что она там будет играть с джазом выходить. И я преподнесла ей цветы. А она мне... Ноты. ...публике дала ноты. Ну эти шервардские зонтики, это конец света. Я играла, когда я в Петербурге, в Кировском театре. Ой. Ну это мне кажется ошеломительный успех. Да, да, да. Дело в том, что там ведь она идет очень долго, это 13 минут. И сама вот эта тема, она появляется только в конце. Да, да. То есть, а до этого вся музыка из фильма, она так прекрасно звучит. Да, да, да. И совсем не заезжена, да? То есть как-то по-свежему, по-новому. И еще про одно произведение хотела спросить. Это фрески Софии Киевской. Ой, да. Валерий Кихты. Дело в том, что я была на его мастер-классе, и он показывал это сочинение, рассказывал о нем, как он его писал, что он был сам в Киеве и видел эти фрески. И, в общем, там действительно арфа, она как бы, ну, это именно для арфа сочинение. Да, да, да. Вот. А можете рассказать свое отношение к нему? Во-первых, я его очень люблю. Он талантливейший. Он не только фрески Софии Киевской, у него очень много пьес. Он все время играл с Ольгой Эрделей. Она первая была исполнительница всего этого. Вот. Ну, потом я уже, значит, когда надо было играть, мы везли целый концерт советской музыки. И Владимир Иванович мне говорит, что мы можем сыграть? И говорит, фрески Софии Киевской. Но мне надо ноты достать. Ну, конечно. Он еще тогда не напечатался. Дал он мне. Вот. И мы сыграли. В Швейцарии мы играли. И было очень интересно, потому что, значит, я вышла. Там есть такая чудесная часть, да. И мы ее два раза повторяли. Вот. И я пришла в гостиницу, перезвонила домой, что все в порядке. И думаю, мне надо завтра утром встать пораньше и бежать в магазин купить подарки, потому что я все играю, играю. Ну, конечно, как же так? Без подарков. И я, значит, выхожу, быстро позавтракала, выхожу, и стоит толпа светофор. И вдруг светофор, значит, зеленый. Я хочу идти. А они вот так подвинулись и встали машиной. И я думаю, что же они встали. Пропускают вас? Вот тыр-тыр-тыр открыли и заиграли фрески Софии Киевской, вот эту Максу. Надо же. Они были на концерте, они записали, и мне, значит, вы поверите, я заплатила. Замечательно. Это действительно так было? Да. Я заплатила. Они, когда эта часть закончилась, там-то все эти пробки, они меня все поцелуют, и все, я им руками, уже не вижу, а сама у меня в трески текут. Вот такой случай был в жизни потрясающий. Эмилия Андреевна, а вы проводите еще мастер-классы. Получается, что по всему миру, в Голландии, Японии, в других странах. Да, да, да. Можете рассказать об этом? Я не только провожу, я в Японию приехала, я сыграла концертный, значит, концерт свой, и закончили мы с пятью еще японками вальс Чайковского. Я позаранее послала, чтобы они выучили вальс Ната, Ната вальс Чайковского, Дон Кихота, и все, мы закончили это. Ну, это вообще они чуть с вами сошли. А, кстати, ансамбль – это отдельная тема. Я помню, пять лет назад, опять же, в колледже Шопена вы выступали с ансамблем «Арф». Да. Там были и большая «Арфа», и вот ирландские «Арфы» какие-то. Они и маленькие, и большие, и все это вместе, где-то шесть «Арф». И звучало очень красиво, тоже, видимо, какие-то переложения вы делаете, да? Да, конечно, конечно. Вот я сейчас вот этот буду делать фестиваль в консерватории. А расскажите, а какой фестиваль? 150 лет классу «Арфы» Московской государственной консерватории Миничайковского. И мне, значит, попросил наш ректор, чтобы я за это взялась и сделала. Мне дали они два дня в малом зале. То есть вы полностью организатор фестиваля? Да, да. Но это не фестиваль, фестиваль-конкурс. Да, фестиваль. Это у нас, значит, в апреле. Вот, и я начала. Ой, ну что вы, это так интересно. Мы начнем, во-первых, с пасака «Легендеры» в девять «Арф». Вот, а потом у нас будет так. Ты пришел, я говорю о чем-то, и сразу идет исполнитель и исполняет. Вот, например, у меня будет петь два певца. Один из Большого театра, второй. У нас вчера у меня 20 штук диктовал. Сколько мне надо проехать? Я говорю, две пьесы. Что-то мне тут... Вот, и вот это все. Я так делаю. Играем, говорим, играем, говорим. Ну, это вот так вот. Очень-очень интересный, хорошо. Они у меня все будут в ансамблях играть. Все. У меня там, наверное, человек 40 будет. Дайте, из города другого приедут, конечно. А, хотела еще спросить про поездки в Кировский театр. Да. С вашими учениками. Да. Вы же часто туда ездите, да? Каждый год. Вот в этом году только, потому что там как-то непонятно. Вот, Георгиев, там, 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 вот это все. Вот. Все время мы приезжали, значит. Это ведь и со студентами колледжа Шопена, и со студентами консерватории. Все вместе. Ваш класс. Да, мы ехали на поезде, да, вот. И, значит, нам давали гостиницу очень хорошую. Они сейчас просто купили дом и сделали гостиницу. Они только там, знаете, в европейской, все потеряющие. Да, понятно. Вот. Машину нам давали. И мы играли, значит, в концертном зале Кировского театра. Девочки играли. А я-то в самом Кировском театре играла все время с оркестром. Вот и шербурские зонтики. Ну, понятно, да. И это все. И я, вот сейчас я играла вообще, я с ними вышла и сыграла Аве Марию, значит, и испанскую народную музыку. Мы такое с ними навалили. Интересно. Рядом со мной встал этот ударник. А, еще и с ударными. Три раза повторяли, три раза. Абис. Да, да, очень-очень. Они очень нас принимают хорошо, очень хорошо. Там у них эта первая арфа, она вот будет у нас играть 30 мая. Ну, правда, Глеера-концерт. Я говорю, ну, что ж ты так? Глеера, сейчас столько концертов шикарных. Вот, ну, свои дела там, вот. Емелья Андреевна, я вижу, что вы с собой принесли много фотографий. Можете рассказать о них? Могу. Потому что это очень интересно. Вот эта фотография, это первый раз, вы представляете, вот это неделя арфы в Голландии. Вот, вот. Тут вот внизу дулова. И вот сбоку я вот так вот скромненько, скромненько, да. Да, да. Вот, очень-очень. Это все-все наши арфисты мировые. Все. А потом они все приехали ко мне сюда в жюри. Понятно. Вот. Вот эта фотография. А это, я понимаю, так фотография в Голландии, где вы играете в Голландии. Это в Голландии экспромт. Это, потому что это всех убило. Вот. И они все сказали полтора часа. И через полтора часа они все забили эту терраску всеми этими все. И я, вы знаете, и не стеснялась. Играла. Понятно. И все получается. Это та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Все получалось. Вот. Это. Это в Кремле. Это в Кремле. Вот я не знаю, это кто. Вот. Вот это. Эмилия Андреевна, а здесь даже есть какая-то надпись дарственная, наверное. А, да-да-да-да-да. Видите, я как. Присвоено звание заслуженной артистки Москвитиной. Пятое справа в правом ряду с белым бантом. В центре председатель министров СССР Яснов тогда была. А вот это мы вместе. Это Валентин Жук, знаменитый наш скрипач. Да, был концертмейстер. Вот ему дали и мне дали. Заслуженный еще. Но это мы еще молодые, да. Вот это в Кремле. А вот эта фотография, это вот, значит, это вот это очень шикарный зал у него, у этого вот Морозова, около Нарбати, это около Военторга. Вот. И вот мы этот какой-то фантастический прием. Это справа от метро Арбатского? Да, да, да. Это его частный сорняк? Да, да. И там зал. И вот Юра Башмет и Валя Зверев, это первая арфа Ленинграда. А это вы? Это я. И тут тоже я, да. И здесь все молодые такие. Молодые. Конечно, молодые. Вот. Вот так, ну, хоть кусочек какой-то. Эмилия Андреевна, в этом году проходит не только юбилей колледжа, но и 150 лет классу арфа Московской государственной консерватории. Однако, еще ваш юбилей. Ой, ну, это уже... Получается, что три юбилея совпали в один. Да. Да. Вы говорили, что для вас консерватория и колледж Шопена это одно и то же. Да. Ведь многие ваши ученики после колледжа поступают в нее. В консерваторию всегда. И идут к вам, конечно же, да? Конечно, конечно. То есть вы их растите практически с колледжа и до уже выпуска из консерватории, да? И в заключение, в честь юбилея, хотелось бы пожелать вам оставаться такой же жизнерадостной, творческой, неординарной. И, конечно же, крепкого здоровья. Спасибо, спасибо. И в заключение, ваши пожелания колледжа. Ой, колледж, вы знаете, я колледж, как будто это мой дом. Мария Тажатна, когда здесь была, это вообще было совершенно. Она как-то, знаете, вот она же поняла все-таки, я оставила вот это все. И там у меня они попрашивали, все. И вот она меня всегда так встречала. Этот, кто сидит, дежурит, говорит, Москвитин идет. Вот. И я иду, одевшись. Я, значит, иду и уже вижу, думаю, что такое. Мария Тажатна стоит. Я иду. Я говорю, Мария Тажатна, здрасте. Здрасте. И она меня обнимает. И так было каждый раз. Вы знаете, я сюда шла, как будто вообще это вот мой дом. И как-то она все понимала. И она тоже посоветовалась со мной. Все. И там какие-то дела мы делали. Очень-очень. Я вообще так благодарна вот этой ей, что она, это мама же ездит. Она сказала, у нас нет арфи. Все. Все. Я просто прелесть, 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 прелесть. Мария Тажатна, конечно, она была молодец, молодец. Я просто все время удивлялась. Как это так? И всегда хорошее настроение. Никого не ругаем. Все. И я, значит, сегодня еду, еду, еду. Я даже себя поймала. Я вышла из машины. И надо мне с Садового кольца идти. Ой, меня так обрадовало, что я иду на Шопеновскую школу. Я пошла, я улыбаюсь. Я ее люблю. И мне прекрасно здесь. И ко мне так хорошо относятся. Нет, мне очень-очень-очень хорошая школа. Хорошие музыканты. Вот. Так что давайте, чтобы это все было так же хорошо. Так же все уютно. Так же все вас любили. Так же вас все ценили. Ну и потом ваша школа. Вот, знаете, в ней какой-то дух. Нельзя сказать, знаете, ой, вы знаете, у них так интеллигентно. Все так хорошо. Или у них так просто, так все грязно. У вас душа. Душа. Радость. Какое-то очень хорошее отношение ко всему. Абсолютно. И дети какие-то воспитанные. Вот я иду, они дорожку уступают. Я только желаю всем вам здоровья. Так же. Потому что, понимаете, всегда бывает так. Вот ты это любишь, и это все начинает тебя любить. И тогда будет все. То, что вы все это обижаете. Школа всех любит. Вот я смотрю. Вот я вхожу, и у меня совсем другое настроение. Я даже в консерваторию так не вхожу, как вхожу в вашу школу. Извините, пожалуйста, только вы об этом не говорите, а то не выгодит.